Приветствую друзья на связи Андрей Жариков многие спрашивали как там обстоят дела у Константина Игнатова потому что вроде как уже июнь заканчивается а Константин Игнатов до сих пор в американских застенках и вот опубликован интересный документ датированный 17 июня ссылку на этот документ вы можете найти в описании к данному видео и по сути этот документ является заявлением от Константина Игнатова естественно заявление оформленное подается через адвокатов Константина данное заявление вручается судье который ведет дело Константина по имени Эдгарда Рамос областной судья Соединенных Штатов южный округ Нью-Йорка ну и так далее и в данном заявлении Константин Игнатов опросит выпустить его под залог для тех кто не в курсе поясняю именно судебную систему Соединенных Штатов хотя сделаю оговорку я не юрист ну просто имею некоторое представление да то есть освобождение кого-либо под залог вовсе не означает что данный человек свободен а просто заключенный обвиняемый если он не хочет сидеть в общей тюрьме вместе с другими товарищами там преступниками в камере он может скажем подать заявление на освобождение под залог но он должен предоставить достаточно большой денежный залог как гарантию того что этот заключенный он не сбежит никуда не скроется а будет находиться в доступе до момента суда и видимо жизнь в американской тюрьме Константину не очень нравится поэтому вот он подал такое заявление на суде чтобы он был освобожден под залог переводить весь документ очень трудоемко потому что он достаточно большой помимо заявления самого Константина там есть еще заявление от различных людей которые Константину знают и они как бы за него просят на известном англоязычном сайте behind mlm опубликована статья на эту тему и я для вас сделал перевод этой статьи итак перевод данной статьи 6 июня состоялись предварительные слушания по делу Константина Игнатова относительно ванкойн и судя по всему подробности пока не разглашаются но как видно из письма от 18 июня тут я не очень понял почему 18 июня потому что в самом документе стоит дата 17 но может быть это этот документ это заявление она передавалась 18 я не знаю на предварительном слушании обсуждалось освобождение Игнатова под залог чтобы суд пошел навстречу Игнатов должен убедить суд что он не покинет сша через своего адвоката Игнатов болгарин имеющий гражданство германии утверждает что он не планирует покинуть страну потому что он по собственной воле приехал в сша при этом зная что в сша идет расследование по ванкойн лично я думаю это пишет автор статьи что после долгих лет бездействия европейских властей Константин искренне верил что он не прикосновенен другими словами его подвела собственная самоуверенность предлагаются следующие меры гарантирующие что Игнатов не сбежит это круглосуточная вооруженная охрана gps мониторинг местоположения Константина денежные средства и имущества на сумму 10 миллионов долларов сша для обеспечения залогового обязательства на сумму 20 миллионов долларов сша вот здесь правда не очень понятно денежные средства и имущества на 10 миллионов а залоговое обязательство на 20 миллионов ну если кто-то понял этот нюанс напишите в комментариях делаются следующие оговорки Константин Игнатов не будет пользоваться интернетом На этом не будет никаких контактов между Игнатовым, сотрудниками OneCoin, потерпевшими или свидетелями. Паспорт гражданина Германии Игнатова останется у властей. То есть, получается, Константин будет проживать в каком-то месте, в какой-то квартире, но у него не будет паспорта. Игнатов не будет использовать мобильный телефон, а также он согласен на прослушку домашнего телефона. А вот этот текст, выделенный синим, он как раз взят непосредственно из заявления. Игнатов заплатит за круглосуточную вооруженную охрану в квартире, которая будет находиться в этом районе, и будет проживать со своей беременной подругой Кристиной, которая также является адвокатом, гарантируя, что он не сбежит. То есть, интересно, что Игнатов, по сути, будет оплачивать круглосуточную вооруженную охрану, которая будет защищать его не от нападения, а будет гарантировать, что он никуда не денется и не сбежит. Агентство по охране будет выбрано согласие правительства. Ну, конечно, здесь не имеется в виду буквально правительство Соединенных Штатов, там и президент США. Имеется в виду как раз вот эти правоохранительные органы. Это они выберут компанию, агентство, которое будет Игнатова охранять. Охранникам будет разрешено применять силу против Игнатова, если он попытается покинуть помещение без разрешения. К месту проживания будут допускаться только предварительно уполномоченные лица. Константин Игнатов согласен не использовать мобильные телефоны, и он не будет использовать компьютер ни для каких целей, кроме как ведения заметок. Кроме того, его местоположение будет контролироваться с помощью браслета GPS, и сотрудники охраны смогут в любое время обыскивать его место проживания, чтобы обеспечить соблюдение условий его освобождения под залог. Дальше автор статьи продолжает. Я думаю, что предлагаемые условия подчеркивают, как отчаянно Игнатов хочет выйти из тюрьмы. Я не знаком с условиями освобождения под залог, но для меня они выглядят достаточно строгими. Согласится ли Минюст, однако, это другой вопрос, потому что, еще раз, Игнатов только подал заявление, но теперь судья будет рассматривать это заявление и либо отклонит это заявление, либо одобрит. Это уже время покажет. Несмотря на то, что он и его сестра Ружи Игнатова в течение пяти лет возглавляли финансовую пирамиду на несколько миллиардов долларов, ходатайство об освобождении Игнатова поддержали более 20 друзей и членов семьи. Эти люди шокированы тем, что господину Игнатову может быть предъявлено обвинение в совершении каких-то преступлений. Очень смешно. Читатель нашего сайта указал, что некоторые сторонников Константина также являются инсайдерами Ван Коэн. Следите за обновлениями в ожидании ответа от Министерства юстиции и постановления по ходатайству Игнатова. И буквально вчера, 25 июня, на том же сайте BehindMLM опубликована следующая новость. Слушания по делу Константина Игнатова, скорее всего, перенесены на пятницу. Согласно заявлению судье, поданному адвокатом Константина Игнатова, слушание о задержании было назначено на 25 июня, то есть на вчера. Адвокат Игнатова попросил об отсрочке, предоставив время для рассмотрения представления правительству ответчику. В настоящее время мы не знаем, каково содержание материалов, представленных Министерством юстиции Игнатову, и как они были представлены, под печатью или напрямую. На прошлой неделе адвокат Игнатова запросил освобождение под залог. Если бы у Министерства юстиции не было никаких возражений, они бы согласились. Можно предположить, что их представление Игнатову содержит компромисс или поправки к первоначальному запросу Игнатова. Принимая во внимание общую секретность дела, в досье нет никаких указаний, например, относительно завтрашнего слушания. Я не уверен, сколько информации мы получим из запланированных на пятницу слушаний. Если нет записи о судебном протоколе, которое будет скрыто из публичного списка, я пишу, что завтрашнее слушание все еще запланировано. Учитывая, что Министерство юстиции дало согласие на просьбу об отсрочке, я не вижу оснований для того, чтобы суд отклонил ходатайство адвоката Игнатова. Следите за обновлениями по мере их получения. Вот такие новости на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.